Ну и сегодня мы поговорим о горячем питании на зимней рыбалке. Вот именно конкретно для такого небольшого ящика, как что взять, скомпоновать, чтобы на рыбалочке питаться не сухомятку там, салом там, всякими бутербродами, а была возможность еще чего-нибудь горяченькое съесть. Ну для начала я вам покажу свой экстренный набор, который у меня постоянно присутствует. То есть который экстренно, в случае чего, если что-то случится, можно там зимой, если даже воды есть, его нету, то есть снег. Снег можно растопить и на крайний случай питаться с помощью снега. Ну вот такой вот набор для начала. Такой котелок идеально подходит для этих целей. В принципе места занимает в ящике не особо много. вот таким вот образом. А разогревать для зимней рыбалки, вот именно что я считаю, что не подходит особо газовой горелочке, так как много места очень занимает и сам баллон. Вот, а пространство в котелке, в принципе, тоже можно использовать, но там лежит неприкосновенный запас нашей пищи. Вот приобрел я такую штуку. Сейчас это все более близко рассмотрим. Так покажу свой экстренный запас и еще один вариант для питания более такого домашнего. Сейчас более близко все рассмотрим. Ну и для начала о разогревателе поговорим. Вот такой вот таганочек на Алиэкспресс приобрел. Как видите, он очень хорошо влазит вот в этот маленький отсек, который там под приманки. Ну в любой ящик получается влезет и еще там места сколько остается. Вот такой вот таганочек. Ссылочку на Алиэкспресс на этот таганочек найдете под видео. Также вот на этот котелок, который подходит для данного комплектования вашего питания. Ну сейчас рассмотрим его поближе. Вот такой таганочек. Как вы видели, небольших размеров очень. Но лучше его в какой-нибудь ткани или в какой-то чехольчик поместить при переноске. Вот так он раскладывается и внутреннее пространство можно тоже использовать для топлива сухого спичек. Спички тут помялись, в принципе. Но не суть важно. Вот такое сухое горючее. Это из РП армейского, старого образца. Вот в таких пакетиках шелк. А теперь идет вот в новых такие уже с черкашом. Вот видите, там есть таганок в принципе, но этот таганок он очень хлипкий. Вот как видите, вот данная конструкция более надежная. Так же вот это все помещается очень хорошо. Так же и не надо спичек. Вот так закрыли. Все всегда он у вас есть. Места мало занимает. То есть экстренно. То есть у меня какой случай был, что на острове я застрял, поднялся шторм, не выплыть было. Вот и там я пожалел, что у меня ничего. У меня даже спичек не было. А так бы был вот такой наборчик. Я бы когда шторм пережидал бы, им воспользовался. Тут все есть. Также вот если набор в котелке было бы у меня все тоже, как сейчас я хожу, то не пропал бы. Там даже может и с ночевкой же пару дней бы как-нибудь протянул. Вот такая удобная штука. То есть можно вот так делать под углом его ставить. Можно более вот так вот ровно поставить. И довольно большие грузы он выдерживает. Вот такой вот удобный, компактный таганочек. Ну и далее переходим к провизии самой конкретно. Этот вариант именно для зимней рыбалки. Ну вот этот экстренный вариант, потому что как бы нужна еще вода. И такой не особо полезный, как вы видите. Вот котелочек состоит из двух частей. Вот это как бы кружка. Можно что-нибудь там небольшое в нем поджарить. Так, чехольчик удобный. Вынимаем. И сама кружка, вот видите, 800 миллилитров. А здесь уже если по края, то будет уже литр. Скорее всего она так и будет. Но данный котелок нельзя использовать именно на костре. Вот эти ручки все оплавятся. В принципе, вы можете их срезать и использовать на костре. Но он предназначен больше для газовых горелок. Такой котелочек. И для схова горючего его можно, в принципе, использовать. Ну и что внутри. Сейчас более подробно рассмотрим. Ну и внутри, как вы видите, тоже кое-что взял из армейского ИРП. Так что очень удобно, довольно. Вот сахар от бе влазит. Может и больше влезть. Вы видите, сколько места, полезное пространство. Это вместо хлеба. Тоже экстремный набор. Они не портятся, лежат там. Ничего им не будет. Так, ложечка. Тоже из ИРП вот такая вот. Ну, более-менее сейчас такие стали делать более плотные ложечки. В принципе, можно на крайний случай использовать, чтобы железо с ним не таскать. И два таких вот доширака. Вот, все вы их знаете. Вот, если воду найдете, то можно там горячего покушать. Также тут чайных пакетиков. Ну, кофе тоже из этого, из ИРП взял. Но говорю вам сразу, что кофе это не очень. Я его так, так как оно было, тянул. В принципе, хватит. Можно взять Нескафе какое-нибудь там, три в одном получше. Вот, ну и все. Вот, полезное пространство котелка использовано. То есть еда, котелок, все всегда тут. Ну, насчет кружки вот эту часть можно использовать как кружку и как кружку. Вот, видите. Я уже данный котелок, если вы следите за каналом, уже использовал как-то на летней рыбалке на острове. Так, ну вот это что по экстренному варианту. И сейчас такой вариант очень интересный вам покажу, расскажу. Будете питаться как дома. Ну, а это именно, как бы, такой вариант будет, если вы уже запланировали летать там, обедать на своей рыбалке. Ну, а если вы конкретно собрались на рыбалку и не знаете, что будете обедать там, вот такой вот отличный вариант. Продаются замороженные супы. Ну, это не реклама, а не именно такой суп. К тому же вы можете сами замораживать супы. Это намного дешевле выйдет. Вот такой вот взял. Так, сейчас поближе рассмотрим его. Глав суп, солянка по-домашнему, 250 грамм. Так, и что интересно, что это довольно натуральный продукт. Как видите, здесь без всяких консервантов. И можно, так, где там было написано там, где-то, а, вот снизу. Видите, сколько вариантов супов всяких существует. То есть можно себя так довольно хорошо подбаловать. Так, ну ладно, эту коробку мы выкидываем. На зимней рыбалке что-то хорошо, что мороз постоянно. Как бы, и вот не все продукты подходят. Если вы шоколадку возьмете, допустим, то вы ее съесть не сможете. И вот идеально она подходит. Вот видите, сколько места данный котелок. Здесь еще с краев остается. То есть также вы можете наложить туда чая. Кофе наложить туда. Так. Сахар. Также сахара. И положить свеженького хлеба. Ну вот столько вот, три кусочка влазит. В принципе, вот так вот упихать его. В принципе, он туда влазит. Вот таким вот образом. И сверху крышечкой закрываем. И все это дело в чехольчик. Таким вот образом плотненько получается. Вот. И сейчас я вот в домашних условиях испытаю вот эту горелочку. Посмотрим, получится ли разогреть данный супчик. И заодно попробуем его. Я еще не пробовал. Вот решил взять. Но еще я что могу сказать, что можно и самому домашний суп наморозить так же. вот в этой емкости оставшийся. Налить его. И заморозить свой домашний суп. Так. Ну и сейчас я первый раз буду пробовать данный суп. И будем думать, как его разогреть. Для начала откроем эту упаковочку. Ну, я думаю, в принципе, вот в эту емкость должно влезть. Так. Вот так это все выглядит. Так. Ну и думаю, лучше сделать как? Вот так вот перевернуть его пока. Вот здесь вот на железном. На всякий случай, чтобы не загорелось. Деревянная поверхность. Буду греть. Так. Возьму пока уже начатые. Эти пока еще пригодятся. То есть, это специальный таганочек. Для сухого горючего. Вот такое. Ну, оно когда распечатанное, оно так очень сильно воняет. Вот руки у меня сейчас будут вонять. Вот пока начнем с одной таблеточки. Так, разжигается он, конечно, долго, насколько я помню. На ветру у вас вот такими обычными спичками точно не получится разжечь. В комплекте с РП идут вот к этому. А, ну тут, видите, тут черкашик уже тут проблем не составит. Как бы вот эти старые без черкаша. Вот таким вот образом. Попробуем ее разжечь. Не знаю, возможно, одной спички не хватит. Довольно долго она разгорается. Такой сейчас костер и спичек у меня тут образуется. Вот так, ну, вроде загорелся. Да, загорелся наш костерочек. Как вы видите. Все, пламя разгорелось. Ставим наш супчик. Так. Слишком большая получается площадь. Так, вот так вот ее сделаем. Все, начинаем греть. Сейчас пока выключу. Как только суп расплавится, сразу включу камеру. Так, короче, что я выяснил. Все-таки лучше так вниз его не опускать, потому что прилипает. Короче, нужно сначала извлечь. Все-таки. Ну, в принципе, вот он уже. Увлекается. Вот, короче, он наконец-то выпал. Ну, вот так вот я его держал над этой емкостью теплой. Пока она не вывалилась. Тоже так все-таки портится. Плавится вот эта самая часть. Не получается таким образом. Ну, вот, как видите, тут уже видно мясо прям сверху. Кусочек. Ну, сейчас, как он растает, будем смотреть и пробовать. Так, ну вот, разогревается, шкварчит. Пришлось добавить вторую таблеточку, потому что, смотрю, уже та уже почти закончилась. Вот, ну, вот он как выглядит. Видно, там колбаска. Колбаска разная всякая, салями. Мясо, видно, нарезано там. Ну, сейчас, как он приготовится, будем пробовать уже. Вот так все это выглядит. Так, ну вот, наконец-то, готова наша соляночка. Потребовалось ровно две таблетки. Ну, вот, видите, консистенция. Тут даже лимончик есть. Лимончик, колбасы, вон, сколько. Где-то даже оливку видел. Вот таким вот. О, оливочка, да. Вроде тут она даже не одна. Вот, сейчас буду пробовать, но скажу я вам, это в домашних условиях две таблетки. Вот, на зимней рыбалке, думаю, три таблетки полностью уйдут. Главная проблема тут в извлечении данного супа, ледяного, для последующей его готовки. Вот таким вот образом. Ну, сейчас буду пробовать. Так, брать обязательно за ручку, потому что это очень горячая штука. Так, ну что? Так, это уже остыло почти. Хлебушек обязательно. С галетами это совсем не то будет. Ммм, обалденная солянка. Как домашняя. Ммм, просто зачет. Все как надо по рецепту. Еще бы сметанки, но сметанка на зимней рыбалке. Сами понимаете. И данная баночка стоила мне 44 рубля. И почему лучше брать солянку? Солянка, это как уже и второе получается. очень сытная. Там и ухая смотрел есть. Но самая сытная соляночка. Вот именно на зимнюю рыбалку и согревает. Насыщает. Вон она, жирненькая такая. Просто обалденно. Ну на этом сейчас будем заканчивать. Сейчас это доемся. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока, до новых встреч. А я доедаю соляночку до конца. Обалденно. Для зимней рыбалки такой обед это просто шик. это роскошь.